Доброе утро! Ну что ж, пока Яна посвящает нас в эту тему, ты почитай вот эту книгу. Что ты с Марса? Доброе утро! Доброе утро! Да, доброе утро! Сегодня мы говорим о литературе. Мы обычно привыкли думать, что литература обогащает словарный запас, расширяет кругозор, тренирует память. Но для женщин есть еще несколько преимуществ, которые нужно знать, почему следует читать книги. Не раз уже в новом утре я рассказывала о том, насколько для женщины важно быть в состоянии расслабления, гармонии, умиротворения, потому что это влияет на эмоциональный фон, а значит формирует ту жизнь, которая вокруг нее. Так вот, ученые доказали, что чтение книг способствует снижению уровня нервного напряжения на 68%. Всего 6-минутная литературная релаксация уже расслабляет мышцы и замедляет пульс. И это отличное средство от стресса, а хронический стресс приводит к многочисленным заболеваниям. Соответственно, читающая женщина, она более здорова. И это очень хороший способ, чтобы у нас всегда настроение было приподнятым. И как только женщины, вы чувствуете, что ваше настроение начинает ухудшаться, либо вы уже в плохом настроении, от этого же будет плохо всем вам, людям вокруг, то, что вы делаете, пострадает. Соответственно, берите в руки книгу, настроение должно подняться. Об этом говорят специалисты. И, конечно же, от бессонницы. Вот когда мы не можем уснуть, врачи рекомендуют также сделать вечерний ежедневный ритуал, читать книги перед сном. Иногда это помогает заснуть. Конечно, мы не берем во внимание остросюжетное произведение, где мы еще больше разволнуемся, а мы говорим о какой-то такой спокойной литературе. Как же из этого многочисленного количества книг выбрать то, что почитать? Что следует читать? Вот я хотел об этом сказать, при всем уважении, Яна, но часть книг, которые представлены в нашей студии, я бы назвал литературным фастфудом. Это тот случай, когда ты читаешь много, но не обогащаешься. Да, поэтому я вот принесла разную литературу для того, чтобы... Давайте тогда начнем про фастфуд. Какой литературе нужно быть очень осторожным? Женщины же многие эту литературу читают. Я специально вот попрашивала, чтобы мне... С яркими заголовками, мне кажется, нужно быть осторожным. Альфа-самец. Да, когда книжка «Альфа-самец», как вырастить миллионера, как воспитать олигарха, как выйти замуж за Прохорова. Вот такие вещи не более, чем трата денег на бумажную чепуху. Да, очень многие из таких книг, они учат чем угодно, кроме как быть собой. С этим, конечно, нужно быть очень осторожным. Если мы читаем литературу и понимаем, что нас уводят от себя, и душа протестует, ну, как же я начну это делать, если это вообще не про меня, вот пусть лучше листы этой книги пойдут в костер вечер... Или подружке отдать, пусть читают. Ну, и тоже подружку пожалеть иногда нужно. Это высоко литература осторожна. Так же, как с любовными романами. Вот психологи отмечают, что женщины, читавшись этих любовных романов, они начинают идеализировать любовь. И мужчин их идеализировать. Да, а потом они, значит, ну, как-то что-то сравнивают. Тут герой вот так, а мой-то как-то... Почему это вы со мной сравниваете? А вы ближе просто ко мне. И что-то не состыковка. Как же так? Почему мой не такой там мужчина, о которых пишут в книгах? И часто это может приводить к разрыву отношений. Не принц, например. Не принц, да. В любом случае нужно понимать, что, ну, реальную жизнь никто не отменял. И даже если нам что-то хочется вот у мужчины развить, то, конечно, мы идем через чувство благодарности к нему за то, что уже у него есть, и потом уже начинаем развивать то, что бы нам хотелось. И вообще, когда мы говорим про выбор книг, первое, на что мы ориентируемся, это на свою потребность внутреннюю, на свои ощущения. Естественно, если мы вот особо, ну, не читаем, таких тоже людей достаточно много. Хотя по статистике я изучала, женщины в два раза больше читают, чем мужчины. Ну, об этом говорят статистики. Особенно мужскую переписку. Именно за счет этого они читают больше. Когда? Мужчины просто пробуют, а женщинам надо все-таки инструкцию к краске прочитать, потому что иначе получишь что-то совсем неподходящее. И так, к примеру, если мы еще не имеем своих каких-то литературных предпочтений, но хотим быть в тренде, ну, вот понимать, что сейчас читают, что нам может помочь в этом при выборе книги. Списки литературы есть вот в интернете, на проверенных сайтах, которые мы доверяем, можно посмотреть. ТОП-5 книг, которые нужно прочитать, там, такой-то, такой-то, там, женщине к каким-то годам или там еще что-то посмотреть. Либо бестселлеры нам тоже могут помочь в этом, чтобы быть в тренде. Но бывает такое, что количество продаваемых книг не всегда говорит о качестве. Я вот лично каким методом пользуюсь при выборе книг, есть такое понятие тропинка от автора к автору. Когда ты читаешь, ну, литературную книгу, например, какого-то автора. И в ней упоминается другая книга, да? И мне, вот, тебе нравится автор, как пишет. И ты потом читаешь его, то, что он любил читать. Чем вдохновлялся. Да, да, да. Ты переходишь на его автора. И таким образом у тебя формируется вот эта тропинка к интересным произведениям, интересным авторам. Ну, если вдруг мы интересуемся какой-то узконаправленной, там, темой, в этом тематические форумы, тематические какие-то, вот, группы же есть, тематические обзоры, статьи, там мы тоже можем рекомендации получить. А вот школьная программа не работает, классику там, например, перечитать. Мне кажется, это самое полезное, что может прочитать женщина, чтобы быть эрудированной. Ну, конечно, школьная программа и перечитать, да. Но здесь, понимаете, вот почему, я тоже изучала этот вопрос, почему так много людей не читают. Потому что они выбирают неподходящую для себя литературу, ну, вот, которая им неинтересна. И они вот как-то себя заставляют, дочитывают, а потом они не хотят взять вот эту книжку в руки, какую-то другую, потому что для них это тяжело. Все-таки литература, если мы не говорим про получение каких-то специальных знаний, должна ассоциируется у нас с удовольствием. Соответственно, если даже мы говорим классику, то, безусловно, она обогащает, и от нее очень много преимуществ. Да, но только выбираем ту классику, которая бы нам была ближе к душе и актуальнее в настоящий момент времени. Вот бывает же такое, да, вот, классика, да, иногда. А вот какая-то сложная ситуация, к примеру, не можем найти выход из конфликтной ситуации. Все в классике. Вот там в классике все об этом давно разжевано, потому что вот я, когда смотрю на некоторых представительниц прекрасной половины писателей... Но она говорит о том, что из классики тоже нужно... Вот, например, Достоевского они все могут читать. Тяжело, потому что тяжелый там слог и еще что-то. Я о том, что все-таки ответы там уже заложены, и гораздо более глубокие, чем в некоторых вот таких поверхностных книгах. Ну, конечно, заложены. Но просто, понимаете, для того, чтобы воспринимать какую-то литературу с более высоким уровнем, нужно, соответственно, и как-то, ну, и быть. Тут я смотрю просто послание от вселенной Майкла Дули. Вот, там уже все пришло сразу же. Там даже не надо ничего понимать, как-то переосмысливать. Да, но на самом деле, тут, если про послание говорить, тут какая-нибудь такая красивая фраза, которую ты утром читаешь, или там, вот, уснуть, когда мы не можем, да, бывает тоже классику, какую-нибудь прочитаешь, потом как уйдешь, глубокие переживания еще больше. Ты не толстая. И такой... Хорошо. Да, здесь прочитала, как-то задумалась о том, что все вот так усы, и почему нет. Ну, мне кажется, девушкам еще можно порекомендовать так называемые интерьерные книги. Это как раз-таки для расслабления, когда большие картинки, там, подборка лучших фотографий National Geographic, да, с минимумом текста полистала и уснула. Почему мы относимся, и вы говорите нам, относиться к вам, как к детям? К девушкам? Ну, вот к девушкам, да. Почему что-то легкое, посмотри, почему не серьезное? Да, почему мы готовы к серьезному, Александр? Когда? Просто, смотрите, вот у каждого человека... Ты думаешь, что Камасутра не может соседствовать с Фрейдом? Сейчас я попробую эликсир людей. Или с пассионарной теорией? Вы сильно так это, прикройте чуть-чуть. Там, да, картинки такие, 18+. Да. Когда мы говорим о том... Вот смотрите, каждый человек, если про почему мы хотим к ребенку, каждый человек идет в любовь за определенную... Ну, есть у нас потребность, которую мы хотим удовлетворять в любви. Вот если мы говорим, например, о женщинах, то одна из первичных ее потребностей в любви – это получить заботу мужчины. А одна из первичных потребностей мужчины – одобрение. И, например, нам тоже хочется, чтобы нас одобряли как-то, но в первую очередь заботились. И когда о нас начинает мужчина заботиться, мы начинаем ему доверять. Мы удовлетворяем его первичную потребность в любви, а он нашу. И, наверное, вот когда... Почему вы хотите, чтобы вам как к детям относились? Может быть, здесь про заботу больше. Нам просто нужно, чтобы вы о нас заботились. Тогда вы... Опекали. Опекали. Для нас это очень важно. Тогда у нас формируется доверие к вам, и вам... И вы удовлетворяете свою потребность, и вам рядом с нами как-то вы себя чувствуете уже. Женщина всегда Дашь на Дашь работает. Вот заметили, да? Всегда. Не бывает такого, что просто так бескорыстно. Вот позаботься, и тогда... Я хотел показать вам вырезку из Камасутры. Книга-то очень старая. Здесь нет гениталий. Все нормально? Каких талий? Ты что? Я посмотрел иллюстрацию. Я хочу вам показать, что здесь уже есть планшет, несмотря на то, что это очень старая книга. Ой, точно, с айпадом. Уже девушка идет с айпадом. Посмотрите, видите? Вот такие вот вещи. Айпад – это универсальный язык, мне кажется. Взял его, там все книги, все картинки, все что угодно можно полистать вечером. Какую книгу вы последнюю прочитали? Последнюю? Ту, которую я прочитала, последнюю... Ну, одна из последних, наверное, здесь будет, которую я вот сейчас изучаю, это стимулирование сексуального влечения в паре. А быстренько можно пересказать? Что самое-самое интересное вынесли отсюда? Интересно, когда, например, мы говорим... Это на самом деле, я вот просто сейчас пишу диплом по сексологии. Диплом по сексологии? А так можно было? Сексолог-психолог, да, да, я заканчиваю. А вам нужны какие-то подопытные люди для эксперимента? У меня в академии вот иногда бывает нужны. Нужны? Что я могу обрати? У нас есть вот ребята свободные. Хорошо. Они все время просто об этом... Ну и что, давайте тезисно. Считается, что у любых отношений есть такой эгрегор, энергетическая оболочка, которая оберегает отношения мужчины и женщины. И бывает так, что мы очень часто ругаемся, ссоримся, ну, как вот обижаем друг друга, говорим какие-то грубые слова, и мы эту оболочку энергетическую разрушаем. И тогда наши отношения уже не защищены от каких-то невзгод извне, и пропадает сексуальное влечение. В этом все дело? Да. В эгрегоре? Во многом. Понятно. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы вернуть сексуальное влечение, а я все-таки у нас в своей академии часто этим занимаюсь, что помогаю женщинам вернуть сексуальное влечение, тогда здесь нужно понимать, что если есть любовь в отношениях, эта книга про это, тогда и будет... Александр, вы не верите в серьезную литературу? Да он вас засмущал, Саша, ты понимаешь? Если бы Яна, например, наш эксперт, поработала бы со всеми женщинами, Красноярска, представь, сколько было бы улыбчивых кассирш, улыбчивых почтальонш, приятных, приветливых медицинских работ. Чтобы напали на меня, я согласен. Последний отзыв мужчины, который мне написал о том, вот его женщина ходила ко мне на семинар, он написал, вы знаете, я всегда как-то гордился... Гордился нашими отношениями, но сейчас я завидую сам себе, понимаете? Зависть, плохое чувство. Хорошее, когда себе... Когда сам себе. Да, 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 когда спустя 15 лет ты начинаешь новый медовый месяц со своей любимой испытывать, это же здорово. Спасибо вам большое. Наверняка, спасибо вам большое. Яна Чеботарева, специалист по женским практикам, руководитель женской академии, эксперт программы «Новое утро», принесла к нам сегодня много интересной, занятной литературы. Часть книг мы оставим в своей библиотеке, чтобы почитать за кадром. Ну а вам предлагаем посмотреть сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok